ПСАЛОМ Перед нами ПСАЛОМ 67-й. Он труден для толкования, и среди псалмов он также тяжел, как тяжел апокалипсис, для буквального объяснения в корпусе книг Нового Завета. Первые стихи псалма говорят о восстании, по-славянски о воскресении Бога. «Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его. Як исчезает дым, да исчезнут, як утает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом». Эти слова читаются и поются во дни пасхальных праздников. Некоторые стихи псалма вошли в корпус Нового Завета. Апостол Павел в послании Кефесиным благовествует о Христе, который воскрес из мертвых, восшел на небеса и послал Духа Святого на апостола. Чтобы это объяснить и доказать, он пользуется стихом 19 из псалма 66-го. «Ты восшел на высоту, пленил плен и принял дары для человека». Вообще псалм пасхален, торжественен. Пасха – это переход. Ветхая Пасха – это переход от земли рабства на землю свободы. А Новая Пасха – это переход от земли к небу, от смерти к жизни. Псалм говорит и о той, и о той, ибо они связаны, как образ и воплощение, как тело и тень, отброшенная этим телом. «Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай – от лица Бога, Бога Израилева». Это слова, напоминающие об исходе, о славных событиях. И вот еще. «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя во святыне? Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине – девы с тимпанами». Никогда Господь Бог не был так близок к Сему народу ни до, ни после, как во дни славного исхода. Он днем шел перед ними в столпе из облака, а ночью шел перед ними в столпе из огня. Народы окрестные трепетали и в ужас приходили от одного только слышания приближающегося Израиля. Напоминая об этом, Псалом и сегодня говорит «Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века». Это говорится о всемирной проповеди Евангелия, это пророчество. Голосу Божьему нужно покориться всем. «Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо, небесе, на востоке, седаст глазу своему, глаз силы. Дадите славу Бога, вины Израиля, вели лепота Его и сила Его на облацах. Делен Бог во святых своих, Бог Израилев, той даст силу и державу людям своим, благословен Бог». Как будто жемчуг, рассыпанный щедрой рукой, мы встречаем в Псалме различные слова и выражения, вошедшие в наше богослужение. Так, на службе, когда священник, благословляя диакона читать Евангелие, он говорит диакону «Господь Бог даст глагол, благовествующим силой многою». И это тоже слова из Псалма 67-го. Псалом красив, таинственен, и, повторюсь, Церковь видит в нем, с одной стороны, напоминание о славных и чудных событиях Великого Исхода из Египта, с другой стороны, множество пророчеств о Христе Спасителе и о торжестве Его веры. Мы были с вами в Саду Божественных Песен и читали Псалом 67-й. До встречи в этом саду, «Ибо Он не вянет и не устает радовать нас и приносит свои плоды». Редактор субтитров А.Семкин